Телекоммуникация 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 помогает нам искать правильные пути и мгновенно перемещаться с одной точки земного шара. Телекоммуникация помогает нам путешествовать и каждый день открывать что-то новое. Именно при помощи телекоммуникационных технологий сегодня для нас не составляет никакого труда Заменить свою другу на другой концепционный шаг. При помощи интернета мы расширяем горизонты своей деятельности и каждый день узнаем что-то новое оставать после событий сегодня. Телекоммуникация Телекоммуникация это то что связывает наш мир. То что позволяет нам держаться вместе добиваясь большим успехом. Телекоммуникация постоянно эволюционируя и прогрессируя предельные моменты. И мы изменяем строительство. Телекоммуникационные технологии это неизменная часть прогресса цивилизации. Незаменивая часть нашей жизни. И одна из самых прогрессивных и актуальных светов научных деятельностей. Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики основанный в 1953 году является единственным вузом связи с УРА. Сибути предлагает широкий спектр телекоммуникационных специальностей, большие возможности для исследовательства деятельности и насыщенную студенческую жизнь. И для серьезных площадок для инновационных разработок Сибути располагает в новейшем оборудовании блокнотской связи, военной кафедрой и всем необходимым, чтобы стать серьезным специалистом. Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики, сокращенно Сибути. Специальности наших отраслей и специализаций являются самыми ведущими в России и они всегда будут востребовательны, так как все, каждый пользуется как интернетом, компьютером, так телефоном и телевизором. Так, аккуратно о наших факультетах. У нас в университете есть факультеты, такие как АЭС, МТС, МРА. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Каждое целое только начинает свое развитие. Вспомните, такие телевизоры были совсем недавно и какие мы используем сейчас. Телевизор, еще недавно старшая кабельность, уже переходит на цифровое. Телефоны очень быстро обновляются не только внешне, но и по своим функциональным возможностям. О том, что сегодня является интересным и перспективным вузом, дающим хороший старт для построения успешной карьеры и профессионального становления, вам расскажет выпускник нашего вуза, но просто расскажет о самой новейшей формации. Итак, встречайте. Воробьев. А, он сегодня не сможет присутствовать? Тогда я с вами попрошу выйти Саметова Вадима. Похлопайте мне. Доброго дня. Ну, на самом деле, здесь уже немножко поприсутствовал. В период настройки оборудования, я думаю, вы заметили. В первую очередь хочу поприветствовать всех разом. И особенно поприветствовать преподавателей, сотрудников института. Кто когда-то учил меня? С кем мы когда-то вместе учили студентов? Мою быту с преподавателем. Два случая лет назад передо мной, как и перед многими присутствующими в зале, так же стояла не проблема, а скорее вопрос, куда идти учиться. Сверху на потолке, на потолке. На самом деле, вы, по-моему, в связи, для меня был предупределен на генетическом уровне. И папа, и мама с молодости были связистами. Ну, ввиду того, что многие молодые люди решают для себя сами, кем они хотят быть и все прочее, я мечтал быть следователем милиции. Вот, вы видите столичку? Ну, ввиду некоторых, независимых от меня обстоятельств, Омская школа милиции приголодила наборов выпускников школ. Ну, и я оказался в Новосибирском электротехническом институте связи. А, разрешите вам задать вопрос? О чем, соответственно, ни с полечки не жалею. И никогда не жалел. Че, че, че? А че, не наставит? Все, 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 надо. Вопрос? Можно вам задать? Вопрос появился. Скажите, какие моменты ваше суденчество являются самыми яркими? Что-то тушко. Пожалуйста. Их масса. Черт. Уважаемые ведущие, у нас небольшая задержка идет в сигнале. Секундочки, на 4. Имейте это в виду. Хорошо. Не совсем онлайн. Хорошо, так, а можно еще вам один вопрос задать? Конечно. Расскажите, после окончания нашего университета, вам сложно было устроиться на работу? Да, нет. Ввиду того, что уже на 4 курсе, я знал, что я остаюсь в институте по распределению. На карте или радиопередающих устройствах. А вот в дальнейшем... В консень, конечно, помогало образование. И тоже, наверное, сегор не безработный. Об этом тоже, наверное, говорят мои корочки. Диплом. Конструкторское бюро, я вам хочу прояснить заранее. Это бюро, где собирают роботов. Так, подробнее об этом. Подробнее об этом расскажет директор этого бюро, Дмитрий Валерий Васильевич. Я думаю, давайте включим, здравствуйте, Валерий. Если человек посмотрит, будет приказано. На 18-й специализированной выставке информационных технологий, проходившей на Сибирской ярмарке 21-го, 23-го сентября 2010-го года, студенческое конструкторское бюро Сибирского государственного университета телекоммуникации и информатики представило в натуральную личину собственную разработку. Беспилотный, многофункциональный самолет для нужд различных отраслей экономики, научных исследований, мониторинга, телевизионной и аэрофотосъемки объектов, а также применения силовыми ведомствами и структурами. Роботизированный авиационный комплекс СКВ-1 предназначен для решения широкого круга задач и работы в широком диапазоне метеоусловий. Инфокоммуникационное оборудование самолета обеспечивает получение и передачу оператору изображений местности в реальном масштабе времени, в видимом и инфракрасном спектре. Комплекс позволит определить наземные объекты и их координаты по целе указания оператора, а также сбор, накопление и комплексную обработку всей поступающей информации. Авиационный комплекс состоит из беспилотного летательного аппарата и резервной станции управления и приемной информации, поступающей с борта самолета. Воздушное судно может выполнять полеты по маршруту в режиме автопилота, а также взлет и посадку в режиме дистанционного управления. Время подготовки самолета к вылету, включая проверку бесправности, ввод полетного задания, приведение в состояние стартера готовности не более 25 минут. Запуск самолета осуществляется с любой ровной площадки достаточной длины. В конструкции беспилотного самолета использованы композитные материалы, обеспечивающие высокую прочность при малой массе, а также устойчивость к воздействию внешних факторов. Конструкция предусматривает быструю сборку и разборку без применения специальных технических средств. Авиационный комплекс позволяет гибко перестраивать набор аппаратных средств для различных задач, благодаря модульно-комбейерной компоновке полезной нагрузки, которую можно легко сменить перед очередным полетом. Начальный состав оборудования, который предусмотрен для размещения в грузовом контейнере, состоит из видеокамеры с комплексом отображения и записи изображения. Аппаратуры для сбора, накопления и комплексной обработки информации. Аппаратуры дистанционного управления. Аппаратуры ориентации и определения координат и скорости. Автопилота-маршрутизатора. Комплект от телеметрии с бородатчиками. Цифрового радиомодема с помехозащищенным каналом. Технические характеристики воздушного судна. Размах крыла 4,5 метра. Длина 2,9 метров. Высота 0,9 метров. Звездная масса 30 килограмм. Масса полезной нагрузки 10 килограмм. Максимальная высота полета 2000 метров. Радиус действия по радиоканалу 50 километров. Продолжительность полета 6 часов. Максимальная скорость 80 километров в час. Скорость ветра на старте не более 10 метров в секунду. Размер посадочной площадки 30 на 20 метров. Обслуживающий персонал 2 человека. Студенческое конструкторское бюро Сибирского государственного университета телекоммуникации и информатики специализируется на создании роботехнических систем различного назначения. В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по разработке и изготовлению многофункционального робота подводного воздействия для обслеживания технического состояния сооружений под водой. Фото и видео сёмок различных объектов, находящихся под водой и на дне водоёмов и рек. Ведётся разработка многофункционального робота для обслеживания технического состояния зданий и сооружений, куда трудно или невозможно, а также опасно попадать человеку. Творческий коллектив СКП «Сибирский» готов по техническому заданию разработать, спроектировать и изготовить любую роботехническую систему для различных отраслей экономики. Готовность направления наших студентов, посмотрели видео судьбы. Кроме этого, мы занимаемся, наши студенты занимают, и другими вещами. В области, скажем, и лёдных, воздушных роботов, и квадрокоптеров, и ряд других направлений, в том числе даже летающих карьеров. Поэтому я вот обращаюсь к школьникам, которые здесь есть. Приходите к нам, вам будет очень интересно у нас. К нам ходят очень много ребят из Октябрьского района, из Кировского района приезжают. Одним словом, у нас вы найдёте очень много интересного для себя. Спасибо за внимание. И так далее, в нашей программе будет визитка наших факультетов. И первым факультетом представляет свою визитку факультет АЭС. Похлопайте. Здравствуйте, дорогие абитуриенты. Мы рады видеть вас в стенах нашего университета. Мы являемся студентами четвёртого курса факультета АЭС. И хотели бы рассказать о нашем факультете. Вы могли подумать, что АЭС – это атомная электростанция. Но спешим заверить, что это не так. АЭС – это факультет автоматической электросвязи. Старейший факультет университета. С него начиналась история на листе в пути. Возглавляет факультет сноября 2009 года доктор Маук Олег Геннадьевич Нелентев. Девизом нашего факультета является его высказывание – связать и защитить. Факультет АЭС ведёт подготовку по двум направлениям – сети связи и системы коммуникации и информационной безопасности или коммуникационных систем. Студенты, обучающиеся на факультете, получают знания и практические навыки в проектировании, разработке и эксплуатации всех современных средств, систем и сетей электросвязи, как отечественного, так и иностранного производства. Наши выпускники работают ведущим предприятиям отрасли связи, которые представлены на экране. Выпускники могут работать в любом из многочисленных направлений глобальной информационной структуры – проектировщиками сетей связи, специалистами по эксплуатации цифровых систем коммуникации и аппаратурой систем передач, администраторами центров эпителефонии. К слову, каждый год наш факультет отправляет в среднем по 5 человек проходить обучение в вузах Испании, Германии, Швеции. Выпускающими кафедрами являются АЭС, ПДС и М, БИУД. Также к факультету относятся общообразовательные кафедры ТЭЦ. Подробнее о них. Кафедра теории электрических цепей. Все студенты технических специальностей СИБУТИ проходят обучение по дисциплинам данной кафедры. Использование новых информационных и образовательных компьютерных и сетевых технологий делает работу студентов творческой и самостоятельной, а преподавателям позволяет поддерживать высокую квалификацию и внедрять собственные методические разработки, формируя современный учебный процесс. Кафедра передачи дискретных сообщений и метрологии была образована в 1956 году. Тогда она называлась кафедра телеграфии. Телеграфия в то время являлась единственной отраслью электросвязи, предназначенной для передачи документальных сообщений. В настоящее время на кафедре преподают основы теории и техники, передачи дискретных сообщений, сети и системы документальной электросвязи, локальные и глобальные сети ЭВР, современное конечное устройство телекоммуникационных сетей, современные информационные технологии. Кафедра автоматической электросвязи – одна из старейших кафедр нашего университета. Среди большого числа дисциплин, преподаваемых на кафедре, важное место занимают такие, которые предназначены для обучения новым технологиям электросвязи. На базе современной телекоммуникационной техники, которую располагает кафедра, функционирует полигон новой техники. Например, в лаборатории медисервисных сетей развернута учебная сеть МЖР, функционирующая на базе оборудования в софт-свитч. Сегодня на кафедре трудится сплоченный коллектив, состоящий из опытных профессоров и доцентов. Следует заметить, что одной из особенностей обучения на нашем факультете является возможность изучения дисциплин на техническом английском языке и участия в научных технических конференциях и конкурсах. Кафедра безопасности и управления телекоммуникацией. Кафедра по праву считается самой молодой во всех смыслах и по дате появления, и по кадровому составу, что, однако, не может считаться недостатком. Ведь преподаватели кафедры получили достаточный опыт преподавания на других кафедрах университета. Первый набор студентов на специальность информационной безопасности или коммуникационных систем был произведен 1 сентября 2007 года. А в этом году заведующий кафедры впервые поздравит университетов данной специальности и с получением дипломов. Помимо учебы, студенты нашего факультета активно занимаются творческой деятельностью, выигрывают в спорте и участвуют в различных мероприятиях, где всегда добиваются хорошего результата. У нас учатся самые способные, разносторонние, одаренные, спортивные, веселые и активные люди. Поступайте к нам, ведь АЭС – это сила! Спасибо за внимание. — В факультет будет сервисных телекоммуникационных систем. — Сокращенно МПС. — Мы очень рады приветствовать всех в этом зале. Добрый день. Меня зовут Козлова Заклана. Меня зовут Димка. Я хочу сказать, что в нашем доме крупное представление своего факультета. Факультета мультисервисных телекоммуникационных систем. Как вы знаете, наша жизнь нельзя представить без сотового телефона, телефонии, телевидения. Интернета. Да, и интернета. И это все входит с понятием мультисервисных систем. Вот скажи мне, ты знаешь, какие у нас есть профили подготовки? Как вы сейчас? Конечно. Это многоканалные телекоммуникационные системы, оптические системы и сети связи. Интегрирование электроника и наноэлектроника, наноинженерия. Ничего не забыл? Вроде нет. А как же проектирование технологии радиоэлектронных средств? Точнее. К нашему факультету относятся кафедра многоканальной электросвязи и оптических систем, кафедра систем радиосвязи, кафедра технической электроники, кафедра линии связи и кафедры физики. Немного окажется кафедра. Кафедра МЭС и ОС – это многоканальная электросвязь и оптические системы. Она выпускает по специальности многоканальные телекоммуникационные системы, физика и техника оптической связи. И это все производится всех форм обучения, то есть точная, заочная, заочная, ускоренная и дистанционная. Также кафедра является выпускающей для бакалавров в направлении технокоммуникационных технологий и систем связи, профилей многоканальных телекоммуникационных систем и оптических систем в сети связи. Кафедра ведет учебный процесс на всех факультетах по различным направлениям и специальностям по 17 – учебную дисциплину. В коллектив кафедр СРС ведет 20 учебных курсов на факультетах МС, АЭС, МРМ и заочного обучения. Кроме того, преподаватели читают лекции и проводят практические занятия в межрегиональном учебном центре перед подготовкой специалистов СИБУТИ. Успешно работают три учебных лаборатории на магистральных радиорабельных линий связи, систем космической связи, а также цифровой техники и микропроцессоров. Из 20 дисциплин читаемых на кафедре 9 новых, упадающих практически все современные направления связи. Существенные изменения произошли на кафедре технической электроники с вводом ГОС второго поколения. Необходимость постановки новых курсов и обеспечения их лабораторным практиком потребовала создание на кафедре лаборатории химии и химии радиоматериалов. Открытие в 2009 году специальности нанотехнологии в электронике обусловило приобретение и внедрение в учебный процесс комплекса нанотехнического оборудования наноэдуктор и лицензионного пакета приборно-технического проектирования. Кафедра лаборатории связи Она готовит инженеров по специальности многоканальной телекоммуникационной системы и физико-технико-орктической связи. В соответствии с потребностью производства при организации учебного процесса расчиряется объем подготовки по специальностям физико-технико-орктической связи. Также имеется такая специальность строительства и монтаж сооружений связи. При этом углубляется изучение материалов по современным волоконно-оптическим линиям связи, то есть ВОЛ, по новейшим технологиям проведения строительных работ. По программе целевой интенсивной подготовки по проектированию линейных сооружений активизации практической подготовки студентов осуществляется путем привлечения их для решения практических вопросов строительства волоконно-оптических линий связи во время производственной практики. При этом практический материал в дальнейшем используется при дипломном проектировании. Также нашим студентам вообще никогда не сидится на месте, они ищут себя от занятий по душе, кто-то находится в студенческом клубе, там участвуют в фестивале. Кто-то находит себя в студенческом профсоюзе. Кто-то в университетском СМИ. Есть и те, кто отдается телекомнауке. Вообще, что мы будем рассказывать, в принципе, все можно увидеть. Напоследок, отметим, что наши студенты занимают неплохое положение в студенческих организациях. К тому премьеру может послужить Роман Слесь, председатель профсоюза студентов СИГУТИ, и Сергей Полунин, директор студенческого телевидения СИГУТИ-ПОТОЧКА. И вот он. Еще. Давайте оставайтесь сюда. Постаньте. Роман Слесь, Сергей Полунин. Пожалуйста. Также у нас на Покутике еще и самые красивые. По результатам. По результатам. По результатам на последнем конкурсе мисс и мистер СИГУТИ стали студенты нашего факультета Кирилла Мишанский и Анастасия Кинькова. И помните, выбираем ПС, вы выбираете будущее. Спасибо. А следующий визит показывает факультет МРЭ. Добрый день, дорогие жигольники, жигольницы, уважаемые родители. Сегодня мы, имя и долегия, представим факультет МРЭ. Итак, наш факультет по праву считается самым большим количеством студентов, их ежегодно обучается около 1000 человек. Самый выявлен, что количество кровоприк, их у нас даже целых 8. И самым, так как он у нас в новом год остановился в пути в 1553 году. Итак, представьте себе, что вы уже при, ну, бездуквально чем вы были, это будет именно так. И вы здесь такой молодой, красивый, перспективный, с золотой медалью или аттестатом на руках. И чисто гипотетически выбрали именно наш ГОП-театр. Итак, перед вами открыто 8 путей. Это довольно сложный выбор, и мы поможем вам в нём как-то разобраться. И давайте, Жаня, начнём наше представление нашего факультета с профиля системы радиосвязи и радио господства. Совсем недавно у нас в Новосибирске появилась такая сеть, как LTE. Для тех, кто не знает, я сообщаю, что это высокоскоразной беспроводной интернет. И с помощью него вы можете качать фильмы из трекеров, можете свободно смотреть видео на YouTube в высоком качестве, в абсолютно свободном доступе. и вы даже не представляете, кто же представляет вам такую роскошку. А это именно выпускники данного профиля системы радиосвязи и радио господства. Следующий профиль информационные технологии в медиа индустрии. Итак, вернёмся ненадолго к ситуации с вашей видеозаписью и личным портфолио. Вот ваш диск уже записан, и вам нужно как-то удачно перенести его в кубнике. Тогда вам будет необходимо обратиться к выпускникой именно этого профиля. Он придумает вам свой логотип, окошко для диска, как-то перенести и отправит на печать в каражу. Далее же, чтобы ваш диск как-то успешно продавался, будет необходимо как-то его разукомировать. И тогда наш специалист снова окажется незаменимым. Он сделает вам красочный баннер, возможно даже сайт. И это лишь малая часть того, что умеет выпускник данного профиля. Ещё в сфере деятельности. Это чём я слышал? Компьютерная графика, печатность, трансляция не идёт? Программирование мультимедийного софта и многое другое. Профиль безопасности технологических процессов и производства. Вот представьте, приходите вы устраиваться в большую компанию, в прямой относящейся к связям. Смешно проходите собеседование, являетесь ли за свой первый рабочий день. И прежде чем приступить, вас встретит выпускник данного профиля. Это отдельно существующий специалист, имеющий огромный склад знаний, напрямую ни от кого не зависящий. Настоящий кратифик высокого напряжения. Его задача будет вас конспектировать по безопасности, проконтролировать, протестовать и принять решение, можете ли вы работать или нет. Также его задачей является обеспечение комфортного и безопасного вашего личного рабочего места, контроль всех особо опасных процессов производства, охраны окружающей среды и другие. На данный момент специалисты этого направления достаточно редки и их востребованность на рынке труда особо высока. Специалисты данного рода без проблем найдут себе работу в любой производственной или операторской компании. Теперь поговорим о преподавательском составе факультета. Думаю, не стоит пофамильно останавливаться на каждом. Вы обязательно со всеми познакомитесь, если поступите на наш факультет. На данный момент на факультете МРМ работает 102 сотрудника, из них большая часть поступленные доценты и профессора. Уж эти люди знают свое дело и знают, как сделать из вас настоящих специалистов. Теперь поговорим о дополнительных сферах. На базе нашего факультета довольно давно организованная существует студия мультимедия, которая работает в трех направлениях. Это радио, телевидение и современные мультимедийные технологии. Собственно, виртуальный промоутер, который вы видели во входе в актовый зал, это работа этой студии. И остановимся немного на направлениях телевидения и радио. Если вы уже давно хотите реализовать себя в этих сферах, то работа в этой студии – это реальная практика. Они научат вас аудио-видеомонтажу, звукозаписи, навыкам видеооператора, звукорежиссера, радиоведущего или просто ведущего. И, конечно же, все полученные знания вы сразу же будете закреплять практикой в реально существующих радио и телевидениях. Что хотелось бы сказать о самодеятельности? Не понятно. Стоп. Еще про бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубатор – это настоящая битва талантовой молодежи. Бизнес-инкубатор никак не связан с Яйцами. Там занимаются проектной деятельностью одаренные студенты и выпускники, которые работают над созданием и развитием собственных инновационных идей. И вот самодеятельность. Просто… Спасибо. Итак, творческим личностям есть где развернуться на нашем комплектете. Всем любителям петь, плясать, танцевать, шутить, выступать на сцене. Дается возможность выступить на студенческой весне, в которой наш факультет уже три года подряд занимает первое место. Вот. И, говоря о таких приятных конусах, как военная кафедра, второе образование, учеба за границей, все безусловно присутствует, как и на других факультетах. Спасибо вам за внимание. Ждем первого сентября. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. А в следующем вы увидите в факультетной информации и вычислительной технике. Ну так, Тигр, давайте в трогже похлопаем. Я на СВД. Всем привет. Я Сергей. Я Дарья. Мы… Это Максим. Мы, студенты ИВТ, хотим рассказать про наш факультет. Так. Еще мы, знаешь, выучились на втором курсе. Маленько волнуемся. Так что здесь все поймите. Здесь справа будет идти презентация. Вы можете читать. Мы не будем рассказывать там про специальности и тому подобное. Просто расскажем про всю студенческую жизнь и тому про ученку. Начнем с того. Учиться так бы не тяжело. Тяжело заставить себя что-то делать. Это так самое главное. Преподаватели. Мы на них не будем говорить. Решили вам узнать какие-то диагоги, которые вы можете даже не видеть больше. Скажем так, что преподаватели очень хорошие. Многие закончили различные вузы страны. Каждый предмет. Они относятся серьезно. Есть, конечно, преподы не очень. Но с ними тоже можно договориться найти общий язык. Прямо про звук сменения идет снимается. В случае, например, у нас в факультет. Некоторые, может быть, сомневаются, куда поступают. На технический, специальности или на технический. Звук сменения. Не слышно? На меня. Поступайте к нам на ЭВТ. Потому что у вас есть отличная возможность получить два образования. После третьего курса вы можете подать заявление в экономическое. И получается, в конце нашей учебы вы получите экономическое и техническое образование. Получается, четыре года учились в образовании. Я считаю, это очень хорошо. Хочу нести небольшое предпримечание. На самом деле, на факультете ЭВТ есть уже такая специальность. Называется МатМет бизнес и экономики. Это уже смесь сразу программирования и экономики. Так как такие специальности требуются на предприятиях, которые бурно развиваются в нашем городе. И требуются программистам экономических программ, бухгалтерий или тому подобное. Спасибо, Максим. А теперь я продолжу. Так же, что еще хочу рассказать. Так же, у нашего факультета, да и вообще в общем мысли, есть такая программа как по обмену студентам. Ой, студенты по обмену. Вы можете поехать в Германию или в Америку. Получается, там прожить два года. В Африку по обмену. В Африку. Вы можете на полгода уехать, учиться, получите образование. Тоже там будете получать иностранное. И так же получится, без сомнения, большой опыт. Что еще хотел сказать в нашем факультете? То, что после окончания нашего вуза, в факультете студенты спокойно ходят работу по специальности. Таких компаний, как Ростелеком и Интер. Я считаю, это компании с большими именами. Ну, им не нужны представления. На самом деле, я хочу тебя перебить, извини. Ты так мало сказал о Ростелекоме. На самом деле, Ростелеком является очень ведущей компанией. И нашим главным партнером в Севпути. Потому что у нас есть с ними как бы такая договоренность. Что все специалисты, которые выпускаются уже заранее готовятся в Ростелеком. То есть, приходят преподаватели сами Ростелекома. Ростелеком даже открыл у нас кафедру. Открывается кафедра, откуда будут вести преподаватели с Ростелекома. И сразу готовят на свое предприятие. То есть, вы можете участвовать в университете и уже получать опыт в своей будущей работы. Вот это, мне кажется, главным достоинством. А также, в наш университет как бы не только Intel приходит. У нас есть группа Parallels, компания Intel, Microsoft. Очень достаточно много компаний, которые уже заранее заинтересованы нашими специалистами. Ну, я думаю, я получу их в акции. Сейчас расскажем про студенческую жизнь наших студентов и университетов в общем. Ну, что хотелось бы сказать о студенческой жизни? В принципе, это очень даже забавно. У нас в ГУЗе есть студенческий клуб. Каждый, у кого проходит студенческая весна. И наши студенты в нем активно участвуют. И нам очень нужны таланты. То есть, это будет главный примерство. Также в ГУЗе у нас проходят различные мероприятия. Недавно был в ГУЗе снял. А вы его уже увидите. Был. Будет слышно оба. Будут еще всякие различные мероприятия. В общем, делятся на 10 минут. Да, в общем, можно просто заваливаться в университет и тусить там, как хотите. Ну, конечно, помимо учебной программы. Можете там веселиться, делать что угодно. Ну, на самом деле, так как вы учитесь на втором курсе, я на четвертом, у меня опыта побольше. И я хочу рассказать о некоторых интересных моментах нашей учебы. Включите, пожалуйста, мой плачок. Да, это все. Кстати, я рассказывал. На самом деле, когда я сюда поступал, мне главное было интересно вот в информатике вообще, как работает компьютер. Потому что я всю жизнь за этим компьютером играл, делал, печатал. Но мне было неизвестно, как это все работает. Что вообще это за железо, квадрат, который я ебинал постоянно, куда он зависал. Ну, поэтому я хотел узнать поподробнее, что, как там происходит, что можно сделать. Поэтому я поступил в ВВТ. И знаете, очень много предметов, которые раскрыли мне эти тайны этого блока. Можно, пожалуйста, картинку? Вот. Эта картинка относится к базам данных. На первом курсе, на специальность, вы будете писать свои базы данных, которые вы пользуетесь. В доведении, фактически. Когда вы в поликлинику приходите, у вас там забивают талончики. Вот эти базы данных вы будете сами писать. Своими ручками. Вот это так приятно, когда ты пишешь что-то для работы сразу же. Что ты сам это написал. Каждая кнопочка за страницу отвечает ты. Дальше, пожалуйста. Это следующий предмет по базам данных вы уже будете писать на аксессе или в SQL. Вы уже будете создавать настоящие базы данных. Не просто как прошлая игрушечка, а настоящие базы данных для каких-то предприятий, которыми вы будете также пользоваться. Курсовые по ним. У нас будет предмет ведения в интернет. Ну или как-нибудь по-другому у вас будет называться. Но суть одна и та же. Вы будете писать сайты. Вот я специально в бейте сохранил предскрин нашего сайта. Извините. Вы можете подписать свой сайт. Ваши имейли. Также в JavaScript. То есть то, что вы пользуетесь интернетом, вы также будете изнутри все. Вы будете как хирург этого программного обеспечения просто. Вы сами сможете все изменять, лазить, менять что-то. О, это всем известный DirectX. На четвертом курсе у нас будет компьютерная графика. Очень веселый предмет. Кто-то может в Photoshop, в Chrome, в 3ds Max делать программы. А кто-то, специальные программисты, могут делать свои лабораторные в DirectX. Вы будете свои текстуры создавать. Все игры, в которые вы играете, они все основаны на DirectX. То есть это будет ваших рук делать. Корявых, но все же. Это машинный код. Это я специальную картинку подобрал к предмету информатика. Вам будут рассказывать, из чего вообще все это делается. То есть все, что состоит в компьютере, это все машинный код из единичек и гулей. Сама основа, база всей компьютерной индустрии — это единички и нолики. О, это игра крестики нолики. Это, вот я сам писал, помню, игра онлайн. Важно писать игру онлайн крестики нолики. Вроде кажется, что она такая примитивная, но когда ты ее запускаешь, начинаешь выигрывать даже кого-то и на самом деле в локальной сети с кем-то другим игроком играешь, тебе так становится приятно на душе. Что там за тема, там что обрезается? А вот это непонятная штука. Просто я такой непонятной штуки не нашел для этого предмета. Это предмет моделирования. Вы будете моделировать случайные какие-то ситуации. Например, классная работа нескольких компьютеров, среднее время вычислений, когда что разрушится, с какой вероятностью что-то случится. Это тоже на самом деле очень интересно. А, вот тут пример сглаживания. Как вы видите, на левой картинке все в пикселях, а вправо оно уже более сглаженное. Так вот, вы не все кто нажимаете на кнопочку сглаживания в игре на Counter-Strike, например, вы не догадываетесь, что происходит? А на примете вычислительной математики вам будут предоставлены такие методы. Вы будете сами это делать. На примере графиков, конечно же, будет, но все равно вы увидите, как это все на самом деле происходит. Вы будете писать алгоритмы, которые пользуетесь как раз на выграх. О, это схемотехника. Это вот мне больше всех, если честно, нравится, потому что там ты сам паяешь паяльник, прибавишь какие-то резисторы. Мой голос не слышно в эфире. Запах этой канифоли, которая вечно стоит в классе. Мой голос в эфире не слышно. А для меня она как родная уже. Единственный предмет, который... Единственный предмет, который я больше всего любил приходить на него, брать эти резисторы, какие-то паяльники, паяльники, буквально сигналы какие-то подавались. У меня был самый большой конденсатор, наверное, вот такой я нашел на этой кафедре, где-то в далеком ящике. Всегда им пользовался. Потом вы будете программировать микроконтроллеры, вот уже дальше. А... Вот как раз-то... Кубики. Костяшки. Это я отнес предметам очень веселым. Наверняка они всем очень понравятся, потому что это будет трудно и сложно. Теория вероятности называется. Тюрьмер, да. Кто в эфире? Вы будете высчитывать, с какой вероятностью выпадет 3,6, например, на этих кубиках. С какой вероятностью, не знаю, кот прибежит через дорогу черного к завтра сегодня. Когда дождь привонет. Вот все вот эти... Ситуации также. Вы будете вычислять на теорию вероятности. Теория вероятность. Теория вероятность. Теория вероятность. Мы не можем понять, пожалуй, в этот раз не можете найти. Поэтому, думать сложно. Девчонки, мы вам поможем. Давайте послушайте внимание. Пожалуйста! Пожалуйста! Должны вам вишки наши слова! Нам вас так не хватает. Спасибо за внимание. Это вы факультет ГВТ! Встреча! Покупенцы! Салили! Встреча! Трица ведомо, значит, семьдесяй и экономиен. Итак, встречайте. Встречайте. Вся восьми инженеры экономический гитет. Сокращенный рец. А вот это петербургский факультет, на котором одни девушки и нету парней. Ну, пожалуйста, давайте как-нибудь вместе работать. Здравствуйте, вас приветствует Инженерный экономический факультет. После реформы высшего образования срок обучения сократился до 4 лет. Плюс к этому есть возможность получить реабилитацию магистры. С 2011 года эти два направления – экономика и менеджмент. На каждом из направлений имеются профили обучения. На экономике – это финансы и галактический учет, анализ и аудит. На менеджменте имеется все лишь один профиль – это производственное менеджмент. На первом курсе вам предстоит изучить такие дисциплины, как история, философия, психология, иностранный язык, культура речи и деловое общение, математический анализ, аудитория, теория вероятностей и математическая статистика, микроэкономика и макроэкономика. Сейчас в вашем внимании представлены профилирующие дисциплины профиля финансов и кредит, которые вам предстоит изучать после первого курса на протяжении всего обучения. Возможными направлениями профессиональной деятельности являются сотрудники финансово-экономических подразделений, банковской сферы, страховых и инвестиционных компаний. Это уже профилирующие дисциплины бухгалтерского учета, анализа и аудита. Возможным направлением профессиональной деятельности являются бухгалтеры, аудиторы и финансовые аналитики. Профили производственные менеджеры. Также вашим вниманием представлены профилирующие дисциплины. Возможным направлением профессиональной деятельности являются менеджеры коммуникационных компаний, финансового менеджера и экономистов. Для более тесного знакомства с логическими занятиями в учебном плане будет смотря на летняя производственная практика. Руководство практикой можно взять на себя как преподаватель, либо специалисты в предприятии, на которых вы будете проходить саму практику. В нашем университете практикуется балльная рейтинговая система. Это значит, что учиться придется на протяжении всего семестра. От сессии до сессии не живут студенты. Что у вас допустили к сессии, вам необходимо набрать определенное количество накопительных баллов. Они даются за посещение лекций, работа на семинарах и дополнительных заданиях. Сейчас ваше внимание представлены кафедры факультета, кафедры экономической теории, кафедры производственного менеджмента и маркетинга, кафедры экономики и финансов, кафедры региональной экономики. Студенты нашего факультета активно принимают участие в спортивных соревнованиях, различных конкурсах, где зачастую занимают призовые места. При этом университете не нужно бояться проявлять активность, это всегда приветствуется и башается. На своем опыте могу сказать, что я сам первокурсник и уже прошел финальную часть конкурса «Мистер и мисс университет». Чтобы поступить на инженерный экономический факультет, необходимо сдача обязательных экзаменов математика и русский язык, плюс дополнительное общество знания. регистрируйтесь на портале «Мой Сибути». Здесь вы можете задать любой вопрос по поводу поступления или учения в нашем университете, а также получать информацию о ближайших мероприятиях. Спасибо, внимательно. Итак, следующая визитка у нас от гуманитарного факультета. Здравствуйте! Мы студентки Сиббудти первого курса гуманитарного факультета. На гуманитарном факультете Сиббудти существует два направления. Это реклама из связи с общественностью и социология в управлении. Мы расскажем вам о социологии. В этом учебном году набралось две группы по 22 человек. В катеране набиралась только одна. Это говорит о том, что социология процветает, набирает обороты, приводит в популярность в среде клиентов. Наша специальность очень перспективна в будущем, так как социологи в людей будут за каждую уважающую себя компанией и изрядности общения. В процессе обучения студенты-социологи проходят практику по социальной работе, где учатся в более коммуникабельном и общаются с людьми разных возрастов и социальных слоев, приобретая при этом специальный опыт для своей будущей деятельности. В первом семестре мы начали изучать такие дисциплины, как основа социологии, ведение в специальности, психология, теория практики социальной работы, информатика, иностранные языки, история отечества, высшая математика и логика. В дальнейшем нам присутствуют такие предметы, как культурология, политология, философия, правоведение, социология семьи, поведение в технику связи и многие другие. В заключении нам хотелось бы сказать вам о том, почему мы выбрали именно Сибути, почему рекомендуем сделать такой выбор вам. В нашем университете преподаватели – это не просто высококвалифицированные профессионалы, но и замечательные люди. Сибути – обширный выбор внеучебной деятельности, где каждый студент может дать до себя увлечение по высшей. Студники по направлению социологии именно нашего вуза в дальнейшем могут работать в сфере связи. В таких широкоизвестных компаниях, как Росслиликом и Сибири, консалтинговых агентствах, отделах маркетинга, исследовательских центров. Некоторые выпускники остаются работать в стенах нашего университета, как преподаватели. Приходите и в руках, мы будем рады вас учить. Спасибо, что вы делаете. Здравствуйте. Мы также с губолитарного факультета, но мы представляем новую, абсолютно новую специальность – это реклама и средства общественных вуз. В нашем вузе, это специально существует первый год, мы первокурсники, это значит, что мы обучаемся по абсолютно новой, современной программе. Данное направление мы выбрали, потому что нас всегда интересовали способы правильной подачи информации и умений с ней работать. Мы обучаемся в новом корпусе, с новыми аудиториями, с насчетными всем, чем только можно. Поэтому у нас на каждом этаже есть точек питания, где вы на перемене можете выстроить фонографацию сил, перекусить себя вынурочками. Затем в нашем корпусе очень приятная домашняя обстановка. Мы каждый день ходим на учебу, как на праздник. Реклама – это двигатель на гробе, а в связи с общественностью одна из передовых профессий 21-го века. Без специалистов нашего профиля сегодня просто не обойтись. После окончания университета выпускники станут квалифицированными специалистами в области паблик-релэйшнс. Это даст вам старт для построения успешной карьеры, которая будет приносить вам не только деньги, но и удовольствие. Для поступления на данное направление вам необходимо сдать единый государственный экзамен по трём предметам. Два обязательных, это русские общества знания, ответим на выбор либо история, либо иностранный язык. Помимо профильных предметов мы также изучаем теорию коммуникации, психологию, логику, а также много других интересных предметов. Вы заинтересованы? Приходите к нам. Мы будем рады вас видеть в следующем году, но уже в качестве первокурсника. Вы пополните наши ряды, продолжите создавать нашу общую историю будущих специалистов в направлении рекламы и связи с общественностью. И эти четыре года станут самыми лучшими в вашей жизни. Спасибо. Программа, спасибо. Стало немного понятно о специфике каждого факультета. Уникальной особенностью СИП-пути является наличие военной кафедры. Об этом вам подробнее расскажет заместитель начальника военной кафедры полковник Некрасов Сергей Владимирович. Добрый день, уважаемые обещающие предприятия и водители. Прошу видеть всех в стиле нашего университета. Нашим университетом является уникальным, потому что студентам нашего университета дана уникальная возможность у нас в городе Новосибирске параллельно с освоением основной программы обучения на факультете параллельно получить военное образование и обучиться на военной кафедре в течение двух с половиной лет по программе подготовки офицеров запаса. У нас в Новосибирске есть университет в Тосинкуте, который имеет военную кафедру. И далеко можно, практически в каждом вузе города Новосибирска имелось военная кафедра, где учались юноши по программам подготовки в цех запасов в настоящее время, кафедра осталась только в нашем университете. И с этого года, с этого года, она уже единственная во всем центральном военном округе, от Екатеринбурга до Иркутска. Принято решение, что таких кафедр всего осталось четвертым по подготовке офицеров для войск связи. Это говорит о том большом доверии, которое оказано Министерством обороны, Главом управлением кафедров, как заказчика военной подготовки к нашей высшей школе, к нашему университету, к нашим специальностям, по которым вы обучаетесь по основным программам обучения. Обучение на военной кафедре ведется в добровольном порядке в течение двух с половиной лет. Начиная моноборно-военную кафедру студентов с первого курса, обучение начинается со второго семестра первого курса и длится второй семестр первого курса, второй и третий курс. И заканчивается обучение прохождением военных сборов в войсках в течение одного месяца, после чего студенты, закончившие обучение на военной кафедре, прошедшие учебные сборы, сдают выпускной государственный экзамен. И в течение четвертого года обучения вы специализируетесь на выпускающих кафедрах, готовите диплом, в это время военная кафедра готовит документы на представление вас первому офицерскому званию в аттестации на офицерский состав. По окончании университета и защите диплома вам присваивается первое первичное офицерское звание лейтенанта запаса вооруженных сил Российской Федерации по специальностям связи. Обучение на военной кафедре является добровольным, добровольным, и идет юношам и девушкам, которые обучаются на военной, юношам, юношам идет в зачет военной службы. То есть два с половиной года вы в добровольном порядке осваивали военную учебную специальность, вы ее освоили, прошли учебный сбор, вы арестованы в офицерский состав и больше препрессий Министерства обороны вам не имеют. То есть вы зачисляетесь в запас вооруженных сил и в мировое время призыву на военную службу не подлежите. Но это не значит, что вы не можете продолжить свой жизненный путь с военной карьерой. Наша кафедра является старейшей кафедрой. За это время, с 54-го года она существует, кафедра выпустило порядка 20 тысяч офицеров. Из них более 2 тысяч связали свою жизнь с вооруженными силами. Я сам выпускник военной кафедры, полковник, много лет прислужил в войсках, вот сейчас на преподавательской работе. Трое выпускников военной кафедры имеет генеральские звания. То есть карьеру военную любой молодой человек в добровольном порядке, я еще раз подчеркиваю, может сделать. Вы в добровольном порядке имеете право заключить контракт с Министерством обороны или с любыми силовыми структурами, где предусмотрена военная служба, так как вы эти 100 годов в офицерском составе имеете офицерские звания и продолжить службу, но уже подчеркиваю еще раз в добровольном порядке. Обучение на военной кафедре у нас становится методом военного дня один раз в неделю в строгом соответствии с распорядком дня. Это 6 часов занятий, 2 часа самостоятельной подготовки и 1 час информирования, воспитательная работа. То есть целый день студенты у нас находятся на военной кафедре. и занимаются методом военного дня один раз в неделю в соответствии со списанием. Занятия проводятся в военной форме одежды, вот мы, наверное, обратили внимание, да, вот здесь у нас служба сегодня не загорелась дежурства. Это наши студенты, студенты военной кафедры. Что нужно для того, чтобы обучаться на военной кафедре? Конечно, белено на военной кафедре не все. Белено лучших студентов, те, которые могут параллельно с освоением основной программы на факультете, да, параллельно освоить еще программу подготовки в целом запаса. И основными критериями являются, первое, это, конечно, состояние здоровья, то есть, юноша должен быть годен к военной службе. Это уровень вашей физической подготовки, также оценивается уровень вашей физической подготовки. Ну и третий показатель, конечно, это успеваемость ваша и основным критерием будет являться показатели первой сессии после окончания первого курса. На все вопросы, касающиеся поступления на военную кафедру, обучения на военной кафедре, вы можете найти информацию на сайте военной кафедры, это слосочки на сайте университета, военная кафедра, там очень подробно все расписано. У кого-то, если есть какие-то вопросы, то я после окончания этих мероприятий жду на военной кафедре, покажу, расскажу, все объясню про консультивы. Спасибо. Что такое поточка? Поточка – это поток аудитории, где студенты собираются, чтобы слушать лекцию или какую-нибудь практику. А почему мы так называемся? Потому что в поточке сюда происходит какая-то студенческая движуха. Если мы называемся поточкой, то мы сразу отнесем себя как к университету, то есть как поток аудитории, и как студенческая движуха. Почему не речка Сепутин? Почему не речка Сепутин? Болото с ряде. Окей. Итак, ребята, есть предложение? Хотите поучаствовать в конкусе? Я участвую прямо здесь. Кто хочет? Ну, для начала нам нужен один человек, один, который будет оператором. Сережа, можешь вынести фотографии? Кстати, вот Сережа, вот он идет, он на днях стал победителем студенческого фестиваля короткометража. Давайте им поаплодируем. Так, желающие есть? Я же на идущих желающих. На чикен-пикен сейчас будем выбирать. О, вот идет вообще. Отлично. Клевый, отстойчивый. Смотрите. Представь себе. Михаил. Михаил, смотри, сейчас тебе дадут вот эту камеру, она прям светом изливает, ты ее возьмешь в свои светлые руки, и будешь хотеть снимать, можешь снимать абсолютно все что угодно. В любых ракурсах. Да, даже вот ту. Класс. Одинский классов. Так, и нам нужен корреспондент. Да, начнем вот так вот. Один человек еще. Ты, 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 который задаст самый первый вопрос, а потом это все пойдет туда. Давай, Макс, туда иди. Да, Максим, давай, ты иди. Сейчас смысл такой, он тянет из этой могучей шапки образ и становится этим человеком. Окей. Сережа, заедем? Вау! Какая неожиданность. Смотри, я тебе задаю вопрос. Ты в роли Сережи... Вообще, к чему вот это все? Телевидение это что? Кто сказал? Мультик. Телевидение... Это звезды телевидения. Да, телевидение это звезды интервью. Скандалы, интриги, расследования, ИнтВ. Поэтому, сейчас, ты кто там? Сережа Зверев у нас, да? Я задаю тебе вопрос. Ты отвечаешь в Стиве Сереже Зверево, хорошо? Хорошо. Что круче, косинус или синус? Мур-мур. Да, вообще, так как он является студентом, то он не получит приз. Да, ему не надо. Да, обычно ставят призы. Кстати, тоже из патручки. Вообще, везде парень смутился. Давай покажем призы наши, я вот в этом делаю. Это пакет. Блокнофикс из пути. По секрету, скажу, не у каждого студента даже такого есть, а у вас он будет. Итак, теперь смотри. Ты выбираешь вообще абсолютно любого человека сзади, подходишь, и он вытягивает образ из шапки. И ты задаешь ему вопрос. А тебе не разбирать? Ну так, будь по тому же. Какой отличный выбор. И кто же у тебя, кто же? Гуф. Гуф. Закрывай глаза. Воскрес. Ребят, воскрес. Гуф. Аплодисмент. Гуф, ты. Братан. Смотри, сейчас Максим задает тебе вопрос, как ты отвечаешь в стиле гуфа, хорошо? На каком ты месте сидишь? Можно сказать, это на 12-м, это как на 13-м, только на 1-м меньше. Воскрес же, ты че? Я не знаю. Я не знаю, я не понимаю, посмотри на меня, я такой классный. Пошли на Камчатку, что ли? Нет, подожди, подожди, девушка, 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 давайте ты отдаем ей микрофон. Он нельзя. Ты, держи. Девушка? Теперь ты задаешь вопрос любому человеку, и он вытягивает образ из шапки. Кому задаешь вопрос? Шапку? Где шапка? Шапка. Так, тебе вопрос, вытягивай. Давай, кто у тебя там? Григорий Мекс. Григорий Мекс. Родить имя Раду буду, да? Рюмка, вотки выстави. Как погода за окном? Смежная! Вау! Это был Чебута, на самом деле. Давай, теперь ты берешь, идешь вообще, можешь куда-нибудь прогуляться, а то засиделся на 11-м месте. Давай, давай, давай. А, кстати, подожди, полкнутика надо отдать, девушки там. Вау. Давай, кто твоя жертва? Все с утра, ну и сразу же, давай. Вы будете дрожь в коленях. Так, и так, кто же, кто же, кто же, кто же, кто же? Это кто? Вау! Как тебя зовут? Евгения. Евгения. У меня друга Женя зовут. Итак, смотри, тяни шапочки. Это же Куто. Чего нам снимать счеты? Что там написано? Зажги. Жги, давай. Прежде чем вытянуть еще раз, жги. Ой, я скотину. Ой, я скотину. Я жгу. Давай, давай прям. О! Зажги с ним. Он тут горит. Пошли к нему. Сейчас, ну хорошо. Давай, вытягивай еще раз. Попробуем образ. Боюсь. Теперь за ручься. Давай, за ручь. Аллах-бабах. Аллах-бабах. Нормально. Вот больше не будешь вот так. Давай сюда вот этот блокнотик. Умница. Теперь ты берешь микрофон. А, тебе тоже все факт. И ты теперь идешь и задаешь вопрос любому. Давай, умсти ему. Потом будете в рекурсе друг друга спрашивать. Кстати, вопросы можете задать абсолютно любое. Вы можете подойти к своему другу и сказать. Эй, Васеха, дай мне балтини, вернешься, что-нибудь такое. И будет забавно, если он ответит там вроде какого-нибудь хлебца. Кому угодно. Давай. Максим даже выбрал. Он уже запятил. Неужели это оператор? О! О! Не ты, но Валу. И кому же вопрос? Слушай, чувак. Тяни из моей шапки. Человек, который отвечает за всю работу, все склады. Валуев. Валуев. Скажи, Валуев, а ты в детстве одевал мамины нижнее белье? Нет. Так, давай, все, Жижика, ты Валуев, ты должен ответить как Валуев. Можешь поставить, так потупить, а потом ответить. Понятно? То есть в образ, войди в образ. Ты актер. Давай, задавай вопрос. Нас расстояние выйдет, руки, пожалуйста. Я просто повторю вопрос. Надевал я понежнее белье в детстве, Майя. Может, в принципе, да? Только не убей меня. Папа надевал. Папа надевал. Оно волось, да? Оно. Да, оно волось. Отлично. Блокнотик. Сюда. Ну и давайте, наверное, так, теперь, девушка, блокнотик возьмешь? Да, отлично. А, уже дали, отлично. Ну и теперь ты выбираешь кому-то, задаешь вопросы, это будет последний человек. Давай. Паша знает ответ, Паша все знает. Так, давай, тени. Нет, битуха, ничего, ничего. Что же там? Джегорда. Да-да-да. Так, задавай вопросы. Ты понял, ты тоже как ответит, да? Да. Можешь там еще стоять, что-то грустно, святая. Давайте, наверное, я задам вопрос. Кто задаст вопрос? А, вот, ты. Ну хорошо, давай подойти сейчас, он сейчас задаст вопрос, а потом ты задашь вопрос. Давай. Джегорда ответит, уважный. Да. Как долго еще будет это продолжаться? С какого возраста ты начал сочинять стихи? Это дело такое вот, такое вот тонкое, я бы сказал бы. Я отвечу стихом. Я начал с юрного возраста, с малых лет, когда мне приготовили много котлет. Вот, спасибо. Это был отличный ответ. Я, если честно, боялся сейчас поделиться и дамой вопрос еще, когда это закончится. Он, наверное, мне, да, александр? Да-да-да. И я отвечу. Чики-чан. Вау! Чики-чики. Закончится прямо сейчас? Потом дубль еще один, давай. Закончится прямо сейчас? Еще один. Так, большое спасибо. Ладно, да, все, спасибо. Я надеюсь, было интересно. Итак, следующими у нас выступит Энектис Сибути. Спасибо, да, Саша. Итак, пока у нас настраивается презентация, расскажу вкратце. Вы могли слышать о программе САИФ, студентном свободном предпринимательстве, которое название было в течение очень долгого времени, в течение 10 лет. Но вот в этом году прошел ребрендинг, и новое название Энектис. Мы сейчас вам представим программу. Меня зовут Иван, девушка уже в Идалии, и мы готовы начать презентацию. Программа Энектис сегодня – это тысячи студентов из десятков вузов со всего мира. Проект распространился по всему миру, и с каждым годом все большее количество студентов создает новые команды и присоединяется к уже существующей. Вы спросите, что объединяет всех этих студентов, чем они занимаются, и что вообще из себя представляет программа Энектис? Для ответа на все эти вопросы обратимся к истории. Программа была создана в далеком 1975 году американской корпорацией Уолмар, предпринимателем Сэмом Уолмаром. Как и для любой компании, для Уолмар было важно иметь на своей работе молодых дипломеров и сотрудников, которые окончили университет и уже имеют за плечами какой-то опыт работы. Таких ребят, которые имели бы огромный потенциал по сравнению со своими сверстниками и которые бы выделялись из серой массы. Но где же найти таких ребят? Простым и очевидным решением было подготовить их, причем сделать это, пока студент еще не получил диплома. Так и родилась идея программы Энектис – инструменты, позволяющие обучить студентов навыкам и знаниям, необходимым в условиях современной экономики. Знаниям, которые не менее важны, чем предметы по специальности, но, к сожалению, которым не учат на пару. Вы спросите, что это за знания? К примеру, это проектный менеджмент, навыки работы в команде, управленческие и лидерские качества, публичные выступления и, наконец, искусство-презентация. Каждый участник получает возможность реализовать как свои собственные идеи, так и проекты в команде, что помогает заучиться уверенностью в себе и затем продолжить деятельность самостоятельно, уже в роли предпринимателя. Для программы была разработана и своя особая философия. Студенты были призваны реализовать проекты, которые, с одной стороны, были бы социально полезны, то есть решали некую, пусть и локальную проблему общества, а с другой – имели бы отношение к бизнесу. Тем самым соблюдается главный принцип программы «Глава для бизнеса. Сердце для мира». Студенты, принимавшие участие в программе, в большинстве своем устраиваются на очень хорошие позиции, строят карьеру успешно и стремительно. Происходит это за счет конкурса «Получного анекдеса» и за счет прямого контакта с руководителями и партнерами, и представителями компании. Поэтому мы зададим вопрос, чего вы хотите на самом деле? Строить успешную карьеру сразу после выпуска? Или, получив диплом, устроиться, куда придется, без особых перспектив. Со временем программа получила поддержку многих крупных компаний, таких как КПМЖ, КОПО-КОЛО, РТС, ДИВАН и других заинтересованных подготовленных кадров. И уже в 1994 году программа вышла за пределы США и продолжила свое развитие уже в мировом масштабе. Ко за расширением границ программы повысилось и качество реализуемых проектов. Студенты уже делают не примитивные бизнес-планы, а реальные прибыльные бизнесы. Следует отметить, что участники программы не просто делают проекты, но и представляют результаты перед компетентным жюри, которые состоят из руководителей и представителей крупнейших компаний мира. Официально соревновательство начинается в октябре. В апреле проводятся региональные соревнования, определяющие их победителей на городском уровне. В мае проводятся национальные кубки. На нашем примере это Всероссийский кубок в Москве. И, наконец, затем в октябре проводится Мировой кубок, принять участие, в котором получают право команды, победившие национальные соревнования. В сезоне 2012 наша команда стала победителем регионального и национального этапа. И уже в начале октября мы приняли участие в Мировом кубке Энектос 2012 в городе Вашингтон. Мировой кубок – это особое мероприятие грандиозных масштабов, которое объединяет студентов и спонсоров программы. Место проведения Мирового кубка Энектос меняется из года в год. К примеру, первый кубок состоялся в 2001 году в Лондоне, в котором приняло участие укладки 100 студентов. И уже через 11 лет, в апреле 2012, наша команда приняла участие в Мировом кубке в Вашингтоне, на котором приняли участие команды из 39 стран. Общее число человек насчитывало более 3000. Всего за сезон мы реализовали 8 проектов, и 3 из них были представлены на Мировом первенстве. Мама и малыш направлены на создание домашних детских садов. Доступная среда, целью которой является упрощение коммуникации глухонемых людей при помощи планшетных компьютеров. И усадьба Токрио, созданная для развития сельского туризма в Алтайском крае. Мероприятие, сравнивая с собой, своими масштабами с чемпионом мира по футболу, проходило практически по такой же системе. Команды разделились на 8 и по 4-5 в каждой. Соревновались между друг другом, и по результатам в следующий раунд выходило две выигрышные. Как мы уже отметили, команды оценивали представителей крупнейших корпораций мира. Что еще раз говорить в пользу масштабности мероприятия? Наша команда заняла третье место в лиге, вступив в всего несколько очков. Несмотря на это, мы получили полезный опыт участия на мероприятиях международного уровня. Завязали контакты с потенциальными партнерами по проектам и познакомились с командами из других стран. На сезоне мы продолжали создавать новые проекты, а также способствовали увеличить основу росту каждого из участников. И, конечно же, процветанию имени родного университета. Сейчас в команде между тем около 40 человек. Следует отметить, что некоторые компании предлагают нашим участникам проекты для подработки. Такие как создание сайта или составление бизнес-плана, за что, разумеется, получают денежное вознаграждение. В сезоне 2013 мы нацениваем на защиту национального титула и выход в суперфинал мирового первенства, который, по предварительным данным, будет проходить в столице Нидерланд, в городе Амстердам. Вот это вот очень рекомендую. Мы команда Энека Сибути. Мы всегда делаем больше. Превосходя невозможно. И мы предлагаем вам присоединиться к нам. Но прежде чем принять решение, спросите себя, чего вы хотите на самом деле. Здравствуйте. Меня зовут Вероника. Я главный организатор ЛИПДА. Хотелось бы сказать, что наш университет поддерживает любые инициативы. Именно благодаря ему в прошлом весне был снят первый моносибирский ЛИПДА. В нем приняли участие порядка 100 человек. Ну то, что я рассказываю. Давайте посмотрим. Это 7 миллионов длится. Ну что, это... Какая-либо стратошная работа? Да. Ну ладно, там музыка. У меня батарея сейчас помеет. Продолжение следует... Предлагаю насладиться концертом студенческого клуба. Слово предоставляется художественному руководителю Явлевне Наталье Ивановне. Добрый день. Здравствуйте. 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 Я хочу сказать буквально пару слов. Все уже устали. Мы хотим, чтобы у вас было хорошее настроение. Я хочу вас познакомить с настоящими действующими студентами всех факультетов нашего университета. Первым выступит джаз ансамбля «Валяра». У них сегодня премьерный показ. На сцене сегодня первокурсники. Мы в прошлом году выпустили весь состав, так сказать, с небольшим главным. Сегодня первый курс. На встречу к вам приготовил песню, которую мы все очень любим. Подбивайте. Будьте вместе с нами. Мы желаем вам хороших вот этих несколько людей вместе со студентами. Песня Анна Васильевская, джаз ансамбля «Валяра». Спасибо. Спасибо. Песня Анна Васильевская, джаз ансамбля «Валяра» 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 Сиди с тобой. 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 Сиди с тобой.